Прохвосты, проходимцы и пройдохи и прочие, кто духом ядовит, в гармонии с дыханием эпохи, легко меняют запахи и вид. Это я к тому, что еще не успели выпустить карты российской платежной системы МИР, как появились мошенники, желающие на этом заработать. Банк России зафиксировал случай рассылки e-mail сообщений, содержащих недостоверную информацию о запуске системы МИР. Сообщение содержит описание возможностей платежной системы и предложение получить пластиковые карты МИР, заполнив форму участника, находящуюся во вложении. При этом имеющийся во вложении исполняемый код позволяет злоумышленникам загружать на компьютер клиента вредоносное программное обеспечение различной направленности. Так что, если вы получили такое сообщение, не открывайте его, не читайте и уж тем более не скачивайте вложения. Правительство может ввести повышающий коэффициент ОСАГО для автомобилистов, которые часто нарушают правила дорожного движения. Это предложение опубликовано в утвержденном премьером Дмитрием Медведевым плане мероприятий, направленных на снижение смертности от ДТП. Российский союз автостраховщиков поддерживает все меры, которые позволят снизить аварийность на дорогах. Поддерживают ужесточение мер и страховщики. Ну, во-первых, страховщики поддержат все, что им доход приносит. А во-вторых, как отличить злостного нарушителя от незлостного? Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Евгений Марченко предложил запретить российским туристам отправляться на отдых в Турцию, Египет и Таиланд. Марченко считает, что в Турции так опасно, что вернуться практически нереально. Депутат предлагает на год объявить мораторий на поездки, а туристов направлять на Байкал, Ванапу и прочие российские курорты. У меня два вопроса. Где отдыхает сам Марченко? В России или за бугром? Второй вопрос. Что он вообще в Думе делает? Российский фондовый рынок открылся снижением индекс ММВБ в минусе на отметке 1690 пунктов. Аутсайдеры. Фармстандарт, Мегафон, ТМК, Яндекс, Газпром и Лукоил. Среди лидеров Роста – Полюс Золото, Фосагра, Уралкалий, Распадская и Акрон. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением. На азиатских площадках торги проходят бесчетко выраженные динамики. Нефтяные котировки продолжают торговаться вблизи полугодовых минимумов. Курс доллара на 10 августа – 63,83 рубля. Курс евро – 69,80 рубля. Золото стоит 2239 рублей за грамм. Серебро стоит 30 рублей 27 копеек за грамм. Цена нефти марки Brent – 48 долларов 90 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.